Одинцово находится в числе девяти пилотных проектов, в которых вопрос создания дополнительных парковочных мест является одним из приоритетных. Это отметила Татьяна Витушева во время совместного объезда руководителей надзорных органов Адмтехнадзора и главстроенадзора Московской области. Первым пунктом в маршруте стала строящаяся многоярусная парковка на улице Молодежная. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году. При осмотре объекта было отмечено, что все строительные работы должны соответствовать областным и федеральным нормам. В ходе проверки почти сразу были найдены нарушения. Татьяна Витушева обнаружила их даже не заходя на стройплощадку. Ограждения имели отклонение от вертикали, а местами и совсем отсутствовали. Поэтому территория не защищена от проникновения посторонних. Кроме этого, начальник главстроенадзора Руслан Тагиев указал застройщику на нарушение зоны хранения стройматериалов. Их складирование в неустановленном месте законом запрещено. Информационный щит загрязнен и деформирован. Но главным нарушением стало состояние прилегающей территории. Здесь обнаружены производственные и хозяйственно-бытовые отходы. Замечание вызвала и мойка для колес. По сути, она бутафорная и располагается у ворот, через которые строительная техника не выезжает. Хочу сказать, что мы проводим эти совместные рейды уже в течение апреля месяца. И нами совместно было проверено 39 строительных объектов всего на территории нашего региона. Вторая точка осмотра – жилой многоэтажный дом с подземной автостоянкой в микрорайоне 6-6А. Объект готов на 70%. Здесь тоже не обошлось без замечаний. Руслан Тагиев указал застройщику компании «ЮАстрой» и генподрядчику «Стройтренд» на нарушение установки ограждения и отсутствие оборудованных мест для складирования строительных материалов. У рабочих нет индивидуальных средств безопасности. Ответственные лица не позаботились и о необходимом ограждении монтажных горизонтов. Особых нареканий у нас к этому объекту не было. Мы говорили только о том, что необходимо привести в соответствие наличие забора, ограждающего непосредственно строительную площадку в соответствии с строительным генеральному планом. Следующим пунктом инспекции стали жилые дома, в первую очередь по улице Чистяковой. Руководители двух главных управлений увидели, что благоустройство внутридворовой территории идет к завершению. Ведется установка детских игровых комплексов. Состояние территории удовлетворяет всем необходимым требованиям. Поэтому к застройщику ФСК «Лидер» и генподрядчику «Монолитное строительное управление-1» вопросов не оказалось. Несмотря на то, что культура строительства, пока шла эта стройка, нашла полтора года, была не без изъянов. Здесь тоже были нарушения. Тем не менее, на сегодняшний день все они уже ликвидированы. И то, что отрадно видеть, очень здорово благоустроена территория. Практика проведения совместных рейдов будет продолжаться. Ведь, по словам руководителей надзорных ведомств, они приносят положительные результаты.